Выражаю огромную благодарность тем, кто остается неравнодушен и оказывает поддержку. Их имена вы сейчас видите на экране. Большое вам спасибо. Это типа у нас радио, наверное. Урал-112. Здравствуй. Меня Александр зовут. Газета Центрального комитета КПСС, основанного в марте 1918 года. Вот, друзья, о чем я и говорил. Хочу заснять дом, чтобы он был хотя бы в каком-то более-менее состоянии. И у меня наконец-то это получилось. Газета Центрального комитета КПСС. Ну что ж, дорогие друзья, вот и добрался до очередной деревушки. Заброшенная деревня практически. Но вроде как здесь, по слухам, живет один человек, один-единственный житель. Сама деревня находится в глубинке. Сегодня у нас Ульяновской области. И вот уже пошли первые дома. Сейчас для начала, наверное, найдем единственного местного жителя. Пообщаемся. А потом уже пройдусь по домам. Покажу вам, что здесь у них осталось. Друзья дома единственного жителя. Сейчас он должен выйти. Здравствуй. Меня Александр зовут. Мы тут узнали, что вы тут единственный житель, оказывается, ли, да? Да. Еле добрались, конечно, до сюда. А я не занимаюсь, езжу съемками вот разных заброшенных деревень. Вот этого прочего. Но он, кстати, не с пустыми руками. Небольшой. Подгон, я думаю, вам пригодится. Здесь так необходимые продукты. Там гречка, крупа. Спасибо. И что, все дома заброшены, да? Ну, они не заброшены здесь. Они кто в Тольятти живет, кто... Они родом-то отсюда. Ну, я просмотрел, там окон нет. Ну, они в соседнем уехали. Село, да? У них где-то здесь, да, вот приозерном. Ага. Здесь в Читвале, в Загарине живет. Ну, здесь что, магазина нет. Больницы нет. Ничего нету? Школы нет. У них есть дети. Куда их? Надо школу. Загарина. Ага. Каждый день отводи и приводи. Надо их встречать, провожать. Все уехали. А вообще, село старое? Старое, почти. Много лет, помню. Вы здесь с самого рождения живете? Да. А вам сколько лет? Сколько лет? Лет 50. 67. Ну, очень хорошо выглядите. И 67-й идет. Ага. Второго февраля. А вы на чем-нибудь ездите вообще там? Когда-нибудь туда, магазин? Нет. У нас с лесного матюнина приезжает по субботам. А где же она приезжает? Там дорогу вообще не проезжает. А вы ездили на прямую, что ли? Мы через лес. Вот ехали. Там есть какое-то село. И потом лес. И лес, и лес, и лес. Короче, вот мы здесь только вышли. И то машину пришлось там бросить, потому что там не проезжали. А вы на машине, что ли? Да, 4 километра пешком оттуда уже шли. А мне вот надо было через высшие. Вы в Жедрине не заезжали, что ли? Жедрине. А, я фигу знаю. Но там дороги две показывал. Вот одна вот эта. Это с лесовозами. Она раньше была вообще на прямую, вот на лесной матюнина. Вы лесной матюни были? В лесной матюни нет? А откуда же вы? А может и были, я не знаю, как там название села. Друзья, все те, кто подписан на мой канал, кто просто любит смотреть меня и неравнодушен к моему творчеству, каждый из вас может помочь в дальнейшем развитии канала. Я думаю, что многие прекрасно знают, что монетизации в России сейчас нет. И мелким каналам наподобие моего очень тяжело существовать. Но если вы хотите, чтобы я чаще ездил и снимал для вас ваши любимые видео в новых интересных местах, вы можете помочь. Даже 50 незначительных в наше время рублей – это тоже помощь. Реквизиты вы видите у себя на экранах и в описании под этим видео. Имена тех людей, кто не остался равнодушен, я буду упоминать в каждом новом видео. А отчеты о потраченных средствах буду показывать у себя в Телеграм-канале. Всем заранее большое спасибо. Ну домов-то здесь много достаточно даже. Да, вот здесь вот свет проведенный, вот здесь. Вот в Украине, в Салмане, в Шамаре. А воду из колодца, наверное, да? Ну вот поставили. Колонку? Колонку. А так вообще село какого года? Да я… Кто ее знал, я тут эту историю. Давно он… А так, из школы здесь что-нибудь такое было раньше? А вон белое здание, вон. Вон на той стороне. Вон. А, это вон на холме. Да, 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 да. Это Барск, вот этот самый Барской был дом. Там школа была потом. 1700 какого-то, там даже есть треугольчик на фундаменте. 1700 какой-то год. Ага. Там отец мой учился, отец 31-го года покойный. И я в этой школе, 4 класса здесь было. 4, да, всего? Да, здесь. А дальше ходили в Загарина. Понятно. А так ни церкви, ничего нет, да? А вон церковь стоит. Стоит? Вот. А, вон тоже, да? Но она тоже заброшенная, видимо. Ну да, там и она просто стоит. На той стороне дальше делали года три назад часовню. Ага. Вот, по той стороне, там внизу. Новая уже часовняка, да? Ну да, у нас на Тихонскую это как престольный праздник. И вот и… Приезжают люди все равно, да? Ну да, приезжают и из Загарина приезжают, и из Киселевки, и из соседних. Здесь была Аделина Барковка, Николаевская района. Тоже старухи приходили. А вообще давно здесь вот никого нет, кроме вас? Да уж, наверное, больше 10 лет. Больше 10 лет? Какой? Последний, наверное, Чечваль уехал. Первая жизнь моя в Загарина. Ага. А сами что? Не хочется? Не, ну я. Ну я сейчас в соходе, я работал уже в Загарина. Ага. Хозяйство, наверное, ведете здесь какое-нибудь? Овцы. Овцы? Овцы, да. В субботу у меня были здесь гости. Тоже приезжали. В Ульяновск. Мешка. Три с половиной миллиона просмотров. Ну вот я, да, тоже увидел, говорю, блин, типа вас показывали по новостям, по местному Ульяновску. И новостям, и АТР, и… И в Газевской комсомат. Видите, каким вы популярным стали? Ну я говорю, да. Вот, в субботу были. С песнями приезжали, концерты делали. Ага. Сейчас только припевали, сложили на меня. Видите, как не забывают люди. Ну да. Ну вы на пенсии уже, да? Да. А пенсию что, как получаете здесь? Привозят. Привозят, тоже почтальон? Зимой. Загарин там отдают. А так, в общем, вы отсюда вообще не выбираетесь, я так понял, да? Постоянно здесь, никуда не ездите. В 78-м году я с армии пришел, я в Сызерне работал. Нет, я имею в виду сейчас, в последнее время. Есть, да. Все привозят, что нужно, да? Так, продукт. Привозят. Как первый снег, но у них буханка, вот с лесного мочуни маникаками. Ну типа предприниматели какие-то, коммерсанты. Хочат везут, хотят не везут. Хочат привезут. Позволяет им дорогу, а не везут? Хреновое не везут. Да, потому здесь тоже не чистят ничто. Они даже уезжают через Загарин на ту сторону, даже вот. Вот, где сейчас он там тоже. Еще муж живет с этой, с бабенкой тоже. Он с 54-м года юркит. И вот, ниже школы, вот дом вот задом стоит, вот. Вот школы, вот напротив, когда за столбами, вот крыша вот его. А, ну-ну-ну, вижу. Ну вот здесь тоже, на 10 лет мне моложе, тоже. Тоже живет кто-то? Ну да, вон, Вовка живет. Он тоже местный здесь родился, а он. И сейчас там живет, да? Да, вот на той стороне. Можно будет зайти еще на топочек. А где ты пройдешь? Будешь издеваться. А, там река не пройдешь вообще? Там болот, блядь, дел, запрудили тут. А, это получается до школы не пройдешь тогда, да? Нет. Ну пройдешь. Ну надо, да? Да, вот так. Там свегака, как и положили бревно. Вообще вот, я вот не первый раз езжу по таким местам. Очень даже грустно смотреть. Шамарот, брат, куда? Я с Пензи. Пензи? Мы с Пензи приехали, да? У меня свой канал тоже, вот, в интернете я веду, снимаю, я тоже езжу по всем. И вот решил, говорю, сюда съездить. Вот так вот. Смотришь тоже так вот, ну печально, зрелище на самом деле. Ну, как говорят, говорит, таких кругом, говорит, только все деревни, говорит, Много очень, да, сейчас последний. Только у меня сестра в Самарской области живет, родная. И вот, говорит, едешь, говорит, полно, говорит, сквозь, я говорю, вот такая процедура. Ну, а так, что-то свет есть, да? Да, свет есть. А отопление, газ? Отопление, вон. Дрова, да? Дрова, да. Газа нет, да? Газ и есть, баллоны. Баллоны? Баллоны. Ну, при том, чтобы что-то, да, приготовить там? Да, если баллон привозят, да? Да, если сам, вот, маленькая тут, говорю, и всем говорю, осеньный гонезод расшвырял им. Немножко устроил, да? Да, у меня тут и с российской газеты, и с молодежной газеты были, и с комсомольской были, и с интерьера тут, говорю, вот это. А магазин давно нет? Чаем поедешь надо. Чаем поедешь? Да, чай пить будете, я дам поеду. Да, можешь, сейчас зайдем. Мы сейчас, это, я пройдусь по селу, то, что есть, дома поснимаем. Мне ехать, беги на пруд, искупаться со мной. Магазин давно нет? Давно. Лет 15, да, даже. Да, у меня, мать, магазин торговал. Как раз, вот, магазин после, был клуб здесь после, после школы делали клуб. В этом же здании, да? Да, после клуба, в одной половине магазин был, в одной половине магазина, в другой клуб. Вот, мать, у меня торговал там. Можно прямо, вот, дорога была, тропинка через, и мост был, даже деревянно делали, даже на лошади проезжали, на ту сторону. Там у нас контора была, вот, выше этого здания, за церковью, там зерноток. Ну, пройдём мы тогда сейчас по селу-то, поснимаю её, а потом, если что, зайдём тогда к вам ещё. Да, ходите, да. Ага. Так, друзья, вот, один домик стоит. Сейчас посмотрю, можно туда залететь или нет. Это же всё заросло уже. Аккуратно ходить. Ну, в принципе, всё как обычно, полы уже выдрали. Осталась только одна печка. Вообще, внутрь можно зайти, ещё посмотрю. О, такой паук. Вот такой вот домик. Ну, ничего не осталось уже. Странно, что вот печку ещё не разобрали. Вот этот вот металл не сняли. А так, в принципе, больше тут и нечего брать. Всё, что можно было, уже взяли. Так. Сейчас пройдёмся дальше. Тут рядом ещё один дом. Посмотрим, что там. Это тут тоже какой-то сарай или баня. Три там пояса. Три там пояса Три там пояса. Три там пояса. Так, здесь тоже, здесь вообще всё очень плохо, крыша буквально на грани Ну и здесь тоже пусто, тоже ничего уже нету Может быть кто-то приезжал, что-нибудь рыл как обычно, искали металлолом, золото, монеты У нас же всё как обычно в нашей России Так, двигаемся дальше Дальше у нас ещё вон сколько домов Природа здесь, конечно, красивая Какая-то вон табличка впереди, что-то написано Сейчас дойдём, посмотрим Я всё время хочу попасть в какой-нибудь такой домик, хотя бы один или два во всём селе Чтобы я зашёл и там хотя бы что-то осталось старое Не знаю, там утвари, мебели, что-нибудь такого И у меня всё время не получается Всегда всё уже растаскивают Так, смотрите, какой домик О А он, наверное, закрыт Ну да А там вот, кстати, всё сохранилось К сожалению, закрыто А, не, не закрыто Вообще вот отлично Сейчас зайдём, посмотрим Что-то не получается Что-то не получается Что-то не получается Секунду Так, дверь, друзья, открыл с трудом Вот такой вот дом Темновато здесь, конечно Включаем свет Пройдём, сейчас посмотрим О, старый СССРовский шкаф Чехословацкий На самом деле не знаю, друзья Старинные газеты Какие-то старинные газеты Не старинные они, наверное Какого года Это 2012 год Вот Такие вот Вещи висят Так Так Кружечки Чайнички Опа Здесь какой-то Склад Валяется Целая куча Всяких вещей Всякого Такого Ладно, лазить Не будем Не будем здесь уже Пройдёмся Посмотрим Что в самом доме О, здесь посветлее Вот Вот, друзья О чём я и говорил Хочу Заснять дом Чтобы он был Хотя бы в каком-то Более-менее состоянии И у меня Наконец-то Это получилось Часы Свидетельство о рождении Ладно, не будем показывать личную информацию Пенсионное удостоверение Пенсионное удостоверение Чья-то фотография Вот, видите, какая-то Молодая девушка На память Дорогой Танечке Вот Анюты Офигеть 62-й год Четвёртый курс Вот это вот, друзья, интересно Посмотреть на такое Даже ещё печь Вон Всё целое Ещё один шкаф Шифонер, так сказать Советский тоже Тоже Фотографии Тоже Тоже Фотографии Когда-то Кто-то Жил А сейчас Это всё Заброшено Очень печально Это на самом деле Осознавать Ну, здесь вот Небольшая кухня Плита Ладно, давайте Двигаться дальше У нас впереди Ещё несколько домов Посмотрим Что в них Друзья, вот ещё один дом Смотрите Смотрите Какие Наличники Резные У дома Так Сюда Попасть Точно Не получится К сожалению Замок Закрытый Ну да Ломать двери Не будем Пройдёмся Подальше Посмотрим Что у нас Впереди Вот Табличка Водоохранная Зона Так Давайте Вот в этот Добик зайдём Если туда возможно зайти Здесь тоже всё заперто Ну да К сожалению не получается Самое печальное На улице уже наступает вечер Уже потемнее стало Сейчас Пройдёмся Посмотрим Что здесь Так Тут тоже полов нету Печь тоже разобрали Старинные сапоги Даже интересно каких они годов Так Тут нет ничего не мебели Какие-то Какие-то немножко старые вещи валяются Ещё до сих пор Что у нас тут На чердаке Не знаю Удалось что-нибудь здесь камеры разглядеть или нет Потому что я туда не залазил Потому что я туда не залазил Просто камеру поднял Вот Какой-то старый чемодан С какой-то газетой Мне вот интересны газеты Такого года Сельская жизнь Газета Центрального комитета КПСС Основанного В марте 1918 года А сам выпуск с какого года Вторник 11 августа 1987 года Уборочный маршрут Сельской жизни Интересно Вот интересно так бывает Окунуться в эту вот всю старину Забытых деревень Мы ещё оставили Зап Misty Убороченный Chrome Корректор еще достаточно один такой целый дом со стороны тоже я так понимаю с охраном и сюда даже получится попасть заходим фуражка похоже на фуражку пограничника тоже банки склянки прочее смотрите как полы покосились крыши здесь вот обвалилась зайдем в сам дом смотрите друзья раньше вот на таких вот печках спали да там можно спать реально вдвоем спокойно конечно не в полный рост вытянувшись но тем не менее интересно кухонька здесь вот тоже что-то готовили когда-то плита смотрите какой старинный такой вот из дерева вырезанный полностью стул интересно нифига тут даже еще что то есть внутри типа типа погреба под домом вот здесь вот возможно когда-то стояла кровать ну или диван уже может быть какой-нибудь всегда вешали эти ну ковры а вот так вот шторками было моей прабабушки тоже заходишь зал такой большой стоят кровати и они вот так вот шторками закрывались смотрите фотографии какие телевизор это типа у нас радио наверное урал 112 так громкость вот настройки это тоже что-то такое у нас вега стерео а это сюда вот пластинки ставишь да 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 и слушали музыку интересные вещи маяк это наверное тоже какой-то типа проигрыватель ну да что-то такое еще какой-то проигрыватель радио телевизор еще один телевизор удивительно так иконы здесь уже нету забрали очень достаточно друзья интересные находки в этом доме это большая редкость мне было очень тяжело добираться до этого села скажу так но я ни грамма не пожалел что сюда приехал потому что вот именно такое вот найти такие вот дома сейчас очень тяжело обычно их уже все разграбляют все воруют и в общем ничего практически не остается вот я вот вижу календарь 2007 год представляете сколько лет уже прошло так мы друзья продолжаем двигаться по старой заброшенной деревенской улице вот у нас раз дом еще вот дом вот дом сейчас попробую зайти вот в этот дом день уже тоже подходит к закату хотелось бы засветло отсюда ехать потому что пробираться через лес дорога очень ужасная видите солнце уже садится сейчас уже через пару часов будет темно а в лесу особенно а здесь у нас забита на гвоздь ну я так понимаю и внутри дома все цело вот лопа лопата какой-то сарай небольшой лопат смотрите какие красивые резные наличники на окнах так замок ну да и дверь не откроешь к сожалению к сожалению к сожалению не проникнешь в этот дом это очень печально значит пойдем дальше много друзья домов на которых висит замок где нам везет там я могу открыть потому что он не полностью закрытый а так чисто ну как бы визуально показано здесь вот тоже не получится походу печально ну да не получается сюда попасть ну этот дом выглядит прям очень очень плачевно я даже наверное заходить не буду вот сейчас через окно покажу ну да здесь вообще все разобрали печку разобрали пол тоже сняли и потолок тоже к сожалению вот так вот что ж друзья подходим к концу деревни так скажем это окраина вот здесь вот еще дома парочку прибрежная защитная полоса вот написано а здесь у нас а здесь у нас на самом болото не пойду просто покажу видно лягушки вон там клокочут сейчас пойду зайду вот в эти дома ну по крайней мере постараюсь зайти так первый дом видно сразу заброшен и потолок там обвалился ну да тут вообще все плохо видно что все плохо туда даже не зайдешь зайти можно но там нет смысла там ходить вон а это полностью сделан из камня это вообще редкость какая то интересно Дверь здесь такая полукруглая. А это и не дом. Это что-то. А, ну здесь наверное хранили какое-то зерно. Либо что-то такое. Потому что пахнет кормами или что-то. Ну что-то вроде таких вот вещей. Ну а что место в принципе сухое. Хранить можно. Тут двор. Во дворе сараи. А вон там дверь. Походу заходить в дом. Сейчас постараюсь пройти. Достаточно большой домик. Какая-то тут атмосфера такая. Не как в тех домах. Достаточно такая гнетущая. Так скажем знакомая мне по другим моим съемкам. Так. А здесь у нас половину пола сняли. Наверное лазили. Копали. Вон видно ямки. Угу. Тоже такое достаточно интересное место, друзья. Вот какие-то портреты, картинки. Интересно тоже посмотреть так. Водка русская. Гвост 0,7. 40 градусов. Ну так же печка. Старинная древнерусская печка. На ней тоже можно спать. Когда-то на ней люди спали. Тоже вот интересно все так. Здесь вот, видимо, кухня была. Ну да. Когда-то была кухня. Ладно, друзья. Двигаемся дальше. У нас там остался вроде бы один домик. И еще в начале деревни тоже еще парочку домов. Сейчас я их сниму. И, в принципе, на этом буду завершать свои съемки. Это здесь какой-то сарай был. Уже пустой. Этот дом полностью обвалился. Снутри пророс деревьями. И вот еще какой-то остался. Сейчас посмотрим. Есть дверь какая-то. Опа. Что тут нас встречает? Здесь нас встречает очередная русская печь. Вот она. Пол сняли. Здесь, конечно, вообще все плохо. Реально. Тут вообще ничего не осталось. Ну вот старая печь. Так. Печь. Какие-то тут нехорошие рисунки. Реально. Видно он вам? Бесполезный выход. Так. Ну. Здесь вот кухонька была. Как и в тех домах. Красный угол здесь был. И в принципе все. На этом здесь все. Пора возвращаться в начало деревни. Вот, друзья, это старинная деревенская улица. Когда-то здесь, вот в этом селе, жили люди. Но сейчас, к сожалению, как и в большинстве деревень в России, здесь все заброшено. И я считаю, мое личное мнение, что если у нас ничего не изменится, то еще лет двадцать, максимум тридцать. И даже большие какие-то районные центры превратятся вот в такие вот маленькие деревни, в которых тоже никого не останется. На самом деле очень грустно это осознавать. Нагибаемся. Так, разуваться здесь вот. Не надо, не надо, не разувайся. Иди сюда. Иди сюда, гомщик. Сейчас я еще сходу. Садись воним, сейчас я. Сейчас сядем. Посидим. Вы с нами чуку попьете? Я смел, что потом подключать. Я пока смотри жил на. Наливайте скольчие забарки, как хотите. Я сейчас уже заварил, все чисто. Сахар вот, термос вот. Сколько если варенье надо, он ягодами вот. Он не рассчитывал, он так чисто водитель. А тут пришлось машину оставить. Так, вот вам. Хлеб какой, белый, черный батон? Да не надо, мы так чайку хребнем, да и все что. Ну поедите, что же 5-10 минут не строит вас. Хорошо, ничего не. Батя, успокойтесь. Все, все хорошо. Спасибо. Как все яйца лупить, вот. Так, давай на сам командовый. Открывай, режь. Лупить яйца. Так, и сейчас мне... Ты в интернет выкладываешь? Да. Сейчас этим нам рисок, мне нарисуешь, где тебя искать. А, вы будете смотреть меня, да? А у вас интернет есть? Это не я, у меня есть родная племянница, она живет в Саварской области. Угу. Она, интернет вон она пользуется, у них вообще система есть. Она всю систему выкладывает тоже. А, понял. И меня в интернете глядите, я тоже интернет кругом же. Везде светитесь теперь. Да. На телевидении, в интернете. Да, в газетках. Это хорошо. Остались лет-то. Ну, стали популярны. Да. Когда-нибудь думали о таком? Я давно думал. Шикарно становится. Ты опять снимаешься? Да. Я периодически снимаю, я что надо, я потом вставлю. Что не надо, я не вставлю. Иди с ними, где я живу зайди. Да, давайте снимем ваш быт. Да. Там я живу. Может разуться? Не надо. Зачем же. Так. Ну, у вас тут перины вон какие. Ну, у меня перины в другом. Там сестра приезжает, тут ездила. Ага. Это моя вот. Это ваша. Телевизор тут у вас. Другой вот стоит. Звук есть, а изображение пропало. Она, наверное, это как она. Лампа вот эта вот села. Да, там 5 трубки. Да, да, да. Вот такие вот радиоприемники в доме там их много. Ну, это да. У Кэкпан, да. Там их все это. Сколько гребятных бетонных. И сейчас принимают там, знаешь, плату, плату собирают. Там телевизор, там рекорд. Ну, да. Ну, ничего так. Уютненько. Это уже время 10-й час. Да. Ну, это по-вашему. У нас 9-й. У вас на час меньше, что ли? Да. У нас Московская, а у вас, наверное, Саратовская. Да. У нас Ульяновская. Ну, Ульяновская, Саратовская. У вас там все это одинаково. Самарь тоже разница на час. Да, да, да. Саратов, Самара, Ульяновская. Вот час разница между Москвой. Погнали пока. Да, пойдём мы сейчас. Вот ещё там дома 3. Я пройду, поснимаю. И поедем мы. Ещё пешком идти минут сорок, наверное. Чем отставать с койков до хера Куда мы останемся? Лоси будут кататься на машине Рыбановки или лейтажер Да 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 Смотри у вас тут хлебушка запас Запас тут так вот он остается Он весь плесень тоже Сами петешь что ли? Конечно я сам и шел в балка шьет А кто знает у вас вот печь есть? Вон печь вот Вот в грязи печь я не взял Она закрыта вот в грязи Все дела там да? Там печь как-то Все как надо А это старорусская печь да? На ней же раньше спать можно было Да Ну это вот я там от дома ходил там везде Вот они однообразные Печи вот такие стоят В принципе все одинаково Печник один нам тут был Вот дядь Коля Комна подквал Мы же в 1971 году Мы последний строились Вот перестраивались Нижний венский Тредел вид На дно Кошка переднюю прибавили Угу Печник 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 Вот они А сколько голов то у вас? 18 мелких. 18 да. Пасёте ходите да? Да я его пускаю так. Посматриваю, а где их пасить? Они зашли вот в лес и пиздец они не видать вообще. Ну подкармливали они сами вон идёт хозяин. Вон прям сюда подниматься. Не бодается? Нет. Надо знать почему хлеба. Хлеба давай, нахуй. Хоть уж как не даёшь мне хлеба. Танька это с ульянской телевидения. Я кормил его. Ну ладно, спасибо вам за чай, за рассказы. Главное здоровья вам и долгих лет жизни. Друзья вот ещё последние дома. Это в начале улицы. Сейчас посмотрим что здесь можно снять. Тут закрыто. А он закрытый, да? Нет. Там ничего нету. А ну да друзья, здесь вообще ничего не сохранилось. Вот полы уже сняли. Да, ничего не осталось. И там тоже самое друзья. Я даже туда не пройду. В этих домах тоже самое, да? Да. В этих домах тоже самое, да? Да. А вот в этом? А здесь замок висит. А закрытый, да? Да. Всё понятно. А там что? Там замок висит. Затерки забили. А здесь стоишь. Иди, что там нет. Ничего. Одна гола гола стоит одна там тут. А везде, где полы уже сняли только одна гола гола стоит. Я сейчас вон в окно поснимаю. Ну да друзья, вот смотрите. Тоже всё содрали. Ничего нет. Вот так называемая голландка. В принципе как-то так. Ну да, ничего нет уже. Всё. Так, ну ладненько что. Всё. Вот так вот друзья, мы побывали у дяди Гены. Да. Навестили его. Спасибо. Да. Вот такие вот у нас деревни, к сожалению, чем больше и больше сейчас их становится. Районы превращаются в деревушки маленькие. Я думаю лет ещё 30 и наверное вообще все деревни, блин. Ну что он виднее будет? Нас не будет. Ну мы посмотрим, да, конкретно. Да. А нас не будет уже. Ладно, друзья. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Да. А мы может быть когда-нибудь ещё и навестим дядю Гену. Спасибо. Приезжайте. Да. Пока живой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok